Всем привет, друзья! Днепр на связи, 23.13. У нас продолжает заходить такой вот штормик своеобразный, ветер усиливается. С трех часов ночи обещают сильный ливень. В общем, коротенькое видео. У нас порядок, тревог с 12 дня не было. Так что день прошел спокойно и слава богу. И, конечно, все информационное пространство. Сегодня забита ситуация в Израиле, на что обижаются некоторые местные, ну как местные, украинские блогеры, чиновники. Говорят, ага, сразу Украину забыли, все Израиль и так далее. Украина на повестке дня и так уже практически два года, а Израиль, конечно, ситуация жесткая. Многие, даже в комментариях я видел, поддерживают Палестину, не поддерживают эскалацию Израилем каких-то вещей, там, захвата территории, еще чего-то. Ну, друзья, как бы там ни было, но не должны страдать мирные люди в 21 веке. Не должны. Тем более в таком виде, когда вот видео есть, эти палестинцы захватили маленьких девочек, подростков девочек и ходят среди них, говорят там, как там, сэбая, сэбая, что в переводе означает секс-рабыня. То есть, они зашли изначально с целью покошмарить мирных. Это абсолютно неправильно. На данный момент сообщается, что армия Израиля отвоевала большинство настрелённых пунктов, которые были захвачены, стягивают тяжелое вооружение к сектору газа. И, несмотря на угрозы других организаций, в том числе Талибана, прийти и взять Иерусалим, они говорят, что будет атака по земле в сектор газа. Ну, посмотрим. Выступил буквально недавно премьер-министр Израиля с речью, сказал, что, обратился к гражданам, сказал, ничего не бояться, все будут наказаны. И попросил мирных жителей сектора газа покинуть территорию, потому что абсолютно все террористы, боевики будут уничтожены армией Израиля. В общем, так. Такие слова, посмотрим, как на деле. Талибан же, в свою очередь, это, мне кажется, Талибан мог бы очень и очень мощно войти в эту историю. Ну, сейчас он просит, чтобы открыли для него проход Ирак, Иран и Иордания, чтобы пропустили армию по их территории, прошу прощения. И в таком случае они обещают взять Иерусалим. Ситуация, друзья, действительно, накаленная максимально. Что из этого будет, будем посмотреть. Конечно, приятного мало, честно. Волосы становятся дыбом. От этих видео, масса видео есть уже с казнями, там, где отрезают головы, там, где издеваются над уже трупами, телами, мертвыми людьми. Есть видео и с насилием, в том числе по отношению к женщинам, в том числе сексуальное насилие. Ну, это просто кошмар. Это действительно сущий кошмар. Это ночной кошмар, который стал реальностью. Посмотрим на развитие ситуации. Вам, друзья, всем доброй ночи. Ждем прихода дождя, возможно, и грозы. Что-то и будет. Хотя ветер, вы знаете, по прогнозу был 10-11 метров, уже изменили на 5-6. Возможно, все будет не так страшно, как изначально нам представлялось. При этом уже завтра к 6 часов вечера обещают солнышко. И достаточно слабый ветер. Все, всем добра, всего хорошего. И до нового выхода на связь. Спокойной ночи.